Кэрнел Касат. Дебальцевский котел. Подробности. Фебюри. 19, 2015-23-1. Сегодня удалось получить более точную информацию по Дебальцевскому котлу от причастных к созданию и ликвидации котла лиц. 1. Всего в котле Ижнея Лагвинова было порядка 4,5 тысячи человек из первоначальной группировки в 8-9 тысячах человек. Группировка была по сути рассечена пополам. Ключевым успехом был внезапный удар на Углегорск, после которого события пошли в нашу пользу после неудачного наступления в районе Светлодарска. Пробуксовки в наступлении образовывались вследствие проблем боевого взаимодействия различных соединений, недостатка боекомплекта и тяжелой техники в некоторых частях армии ЛНР, а также в силу упорного сопротивления ряда частей хунты, которая оказалась выше ожидавшегося. 2. После занятия группой Ольхона Лагвинова, туда были переброшены части спецназа ГРУ ДНР, которые в упорных боях отразили наступление деблокирующей группы, уничтожив 18 единиц бронетехники. При этом в боях спецназ понес серьезные потери, 5 человек погибли, более 30 были ранены, потери в основном были от сильного артиллерийского огня. По сути, действия группы Ольхона, захватившей Лагвинова, и спецназа ГРУ ДНР, отбившего контратаки на Лагвинова, предопределили успех всей дебальцевской операции, которая на некоторое время забуксовала в районе Мироновки. При этом стоит отметить, что защитники Красного Пахаря своей обороной сохранили для ВСН важную позицию, которая может быть использована для окружения Светлодарской группировки противника. 3. Значит по выходу из окружения, часть сил Хунты выходила из кольца, оставив там по согласованию тяжелое вооружение, то есть повторилась ситуация типа Старобешева, когда чтобы выйти из Иловайского котла, прорывающаяся группа Хунты сдала ополченцам все танки и часть БМП, часть сил попыталась прорваться без согласования, как под Иловайском, и их покрошили, опять какие-то идиоты решили, что договоренности, выход в обмен на сдачу техники, их не касаются. В плен попало до 500 человек, еще примерно столько же просачивались через поля и проселочные дороги севернее трассы М-103, частично пешком. Большую часть тяжелого вооружения просто бросили в котле, либо по согласованию, либо просто при бегстве из котла, поэтому трофеев действительно много. Всего из окружения вышла сборная солянка частей на 1-1-5 батальона. В котле бросили почти всю артиллерию, большую часть бронетехники и значительные запасы боеприпасов. Все байки про организованный выход это пропагандистская турта. 4. Насчет потерь хунты, то ближе к реальности цифра в 1200-1500 годах убитых в боях за дебальцевский выступ. Наши потери мне конкретно не озвучили, но они были также весьма значительные в людях. Основная тяжесть потерь пришлась на конец января, и в технике. По технике, впрочем, трофеи с лихвой перекроют понесенный ущерб. В течение всей операции основным поражающим фактором как и ранее оставался о коне артиллерии и РСЗО. Наши артиллеристы в какой-то мере перестреляли хунтовских под Дебальцево. В целом, дебальцевская эпопея успешно завершается. Группировка хунты потерпела полное поражение и уже в ближайшие несколько дней можно будет говорить о завершении битвы за Дебальцево и одновременно с этим зимней кампанией 2015 года. Итоги наступления и сражения за Дебальцево подведу в ближайшие дни. Плюс отлично и видео из-под Чернухина. Click to view. Хунта. Война на Украине. ДНР. Донецкая Народная Республика. Новороссия. Украина. Leave a comment. Read comments. 640. Субтитры создавал DimaTorzok